22 июня – одна из самых печальных дат в отечественной истории. Один из самых скорбных дней, мгновенно изменивший, перечеркнувший планы, надежды, судьбы. Сотен миллионов наших соотечественников, мужчин, женщин, стариков и детей – всех коснулась эта война. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Пожалуйста, о человеческой скорбе и боль вложена в ставшую эпохальную речь Юрия Левитана о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Самая кровопролитная война в истории продолжалась 1418 дней и ночей. Только в Советском Союзе она унесла жизни 27 миллионов человек. Война затронула каждую семью. В 2007 году указом президента 22 июня было внесено в перечень памятных дат. Сегодня вся страна отмечает День памяти и скорби. Сегодня вся страна вспоминает погибшим в самой кровопролитной, жестокой войне в истории нашего государства. Сегодня мы говорим низкий поклон нашим ветеранам, ветеранам-участникам ТЭЛа. Сегодня низко кланяемся мы и скорбим попавшим в Великой Отечественной войне. Вечная слава нашим героям-победителям. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто уходил на фронт с оружием в руках для борьбы с врагом. Вспоминаем всех тех, кто был замучен в лагерях смерти. Кто умирал от ран и голода. Кто, жертвуя собой во имя победы, работал во вражеском тылу. Кто делился последней крошкой хлеба с детьми блокадного Ленинграда. И кто ковал победу. В 1942-м отчет уехал в Германию. А в 1943-м я понял, хотел выйти, ты помните. А Сталин указал в Дальний Восток терять оборона. И нас эшелон, и чуваши. Целый эшелон на Дальний Восток в 1943-м году. Нищета, голод, одиночество, брошенные дети без отца и без матери. Многие еще помнят все ужасы войны, все горе, которое пришлось пережить советскому народу. У меня родственники все погибли на войне, все бабушки, дедушки. И только с маминых слов, если могла что-то знать. Было страшно, был голод. Ой, тяжело. На Украине поля дожди проваливаются по колену, нагруженные. На мне катушка связи, потом телефонный аппарат, весь мешок, пласть-палатка, шинель в катке. И еще патронный автомат. Все это на себе. И вот когда бомбят, падаешь, проваливаешься, падаешь, накрываешься, уже идти не можешь. Потому что вот так вот, там, чернозем, как дожди прошли, проваливаешься. Много друзей-то потеряли. Очень много, очень много. Как братья были. Великая Отечественная война – это серьезнейший урок истории, который дал со стране огромной ценой. А потом и урок, который никто из нас не вправе забывать. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, все, почти, из вообще всех стараемся, чтобы все прошлое передать, воспитать. Когда война началась, мне было шесть месяцев. Мышей много было, кота надо было держать, а кот-то с лебедой хлеб не ел. Мать готовила нам лебедой, а коту чисто мука. Действительно терпели, очень много-много. Мы должны никогда не забывать. Сегодня мы преклоняемся перед тем величайшим подвигом, который совершен советским народом в годы Великой Отечественной войны. Световая память павшим и вечная слава. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов. Новости на Чебоксарском. Новости на Чебоксарском.